здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас подготовительное видео для джемпера с этими рукавами прозрачными которые мы запланировали вот я основу как бы связала если кто спешит вяжите потому что я жду тканешку которую я заказала я тоже ссылку на пряжу и на ткань я оставлю под видео в описании вот как только она мне придет я сразу же сниму вторую часть пока рукава вот и кто действительно хотел этот джемпер уже могут начать вязать у кого есть пряжа вот и пока вы свяжете я уже сделаю видео второе дополнение вот поэтому же мастер-классу вы можете связать жилет очень модные популярные в этом сезоне я смотрю везде эти жилеты конечно же я свяжу обязательно вот следующий проект после этого у меня будет жилет девчонки так что не переживаем все будет но уже он будет другой другой немного модели чем этот поэтому вот если вы хотите вот такой вот классический жилет вы уже по этому мастер-классу спокойно можете связать себе жилет жилет а кто кто хотел вязать джемпер вяжем ждем ждем века ждет тканюшку вот и как только она придет в тот же день снимаю видео продолжение и она будет на канале то есть начать вы можете сейчас продолжим мы я так думаю через недельку это все уже вязала я из пряжи вот это алиэкспресс а которую я заказывала ссылка будет под под видео в описании пряжа очень классная мне нравится сейчас я жду тканюшку чтобы дошить рукава как только она мне придет я делаю доделаю этот мастер вот расход пряжи 165 граммов всего лишь всего девчонки это очень мало это два с половиной моточка из 5 у меня ушло на размер это так два с половиной миллиметра для резинки и три с половиной для основного вязания далее 2 миллиметра для горловины и манжета пряжа выглядит вот так вот то есть это две ниточки одна дополнительная одна основная и потом она вот так вот распушивается очень очень симпатично вот теперь вязать буду размер с в процессе у нас там видео у вас будет без вот этих вот цветных дополнений цветные дополнения что обозначают это размер черный цвет размер с которые я вижу далее зеленый у нас размер м и синий размер л вы себе сделайте скрин этого как бы выкройки чтобы потом сверяться если вы вяжете другой размер вот везде где у нас одинаковое число видите здесь без синенького это значит что это значение для всех размеров если же вот видите три числа то вы берете просто своего понятное дело для своего размера вот деталь переда и деталь спинки там процессе видео будет просто пока один так как я вязала потом дополняла эти размеры просчитывала то в процессе будет только черный цвет поэтому вы фотографируетесь и сверяетесь в процессе вязания со своими как бы размерами значит девчонки резиночку мы вяжем спицами 2 миллиметра я для своего размера набрала 128 петель и вижу 18 рядов всего резинки 18 рядов и резинка под видео ссылочка в описании подробно как набрать петли как вязать вот эти как сделать вот этот край фабричный все подробно то есть это в итоге у меня получается резинка 4 сантиметра всего небольшая вот такая вот резиночка далее переходим после резинки на спицы три с половиной миллиметра и вяжем лицевой гладью чулочной гладью ряд лицевыми петлями ряд изнаночными петлями так и продолжаем девчонки далее далее мы продолжаем вязать 38 сантиметров до верха так у вас соответственно свои числа у меня это здесь 100 рядов 100 рядов 38 сантиметров далее делаем убавление для проймы значит убавление для проймы мы будем делать по 2 петли каким образом сейчас мы это делать значит первую петлю снимаем провязываем одну лицевую и провязываем 3 петли вместе лицевой вяжем до конца ряда так довязываем до того момента пока у нас не останется здесь 5 петель теперь я вот так вот поворачиваю эти три петли которые я буду провязывать и провязываю как бы за верхние половинки три петли вместе и одна лицевая изнаночная изнаночный ряд я вяжу без изменений в следующем лицевом ряду делаю то же самое то есть опять провязываю по две петли вместе опять провязываю по 3 петли вместе значит я закрыла здесь сделала восемь раз сокращения таким вот образом с обеих сторон то есть всего восемь раз семь раз это в каждом втором ряду 7 раз во втором ряду и один раз в четвертом ряду то есть через три ряда эти делала через я и далее через три ряда по итогу у меня после всех сокращений осталось 96 петель которые я делю на две равные части 48 петель по 48 48 и здесь я буду делать убавления в каждом лицевом ряду по одной петле для этого я сейчас отделю вот эту вот часть 48 петель что мне кажется девчонки какой-то клубок попался не такой мохнатый вот прямо отличается то ли он потом в процессе распушиться 2 9 40 41 42 43 44 5 46 47 48 так это будет у меня левая пулочка сейчас же я буду вязать правую пулочку и закрывать я буду вот так вот по две петли провязывать вместе в начале вязания как бы со стороны v-образного выреза каждом как бы втором ряду вернее через ряд вот если это отсчитать следующий понятное дело мы не соглашу ж такое смотрите здесь такое пушистое прям все а здесь какой-то лысая но я надеюсь что она все-таки распушиться в процессе то ли у меня такое какой-то рефлекс не знаю что мне так кажется ну вообще в целом пряжа я очень довольна мне очень нравится конечно буду я ее еще покупать много-много раз или я думаю я дать буду еще много из нее потому что действительно она мне нравится так и вот вяжу следующий ряд то есть я изнаночный провязала в общем в каждом лицевом ряду я буду провязывать начале ряда по две петли вместе и так провязала я очень плохо видно вот эту половинку видите здесь сейчас я провяжу здесь значит я сделала убавки 20 раз по одной петле 20 по одной во втором ряду то есть через ряда так и всего если вот смотреть отсюда от начала проймы и сюда я провязала 80 рядов сантиметрах есть уже финальной версии сейчас пока нет и теперь нужно сделать скос для плеча его я буду делать по 5 петель то есть вот со стороны рукава вот закрывать по 5 петель так так 1 2 3 4 5 сейчас провяжу этот ряд и покажу вам просто эту деталь так по 5 петель мы будем закрывать до того момента пока не закончатся петли это 5-6 раз муж 4 маленького размера лучше плюс-минус пять раз вот вот я хотела показать эти 20 петель я закрыла для выреза и дальше проект далее обвязала ровно в общем да это да вот этого как бы до 80 лет то есть вот эти закрытия у меня закончились где-то здесь вот сейчас я сделаю скот для плеча и точно также свяжу вторую половину и так 1 2 3 4 раза последний раз оставшиеся петли я здесь сделала по 5 вот оставим это число для всех размеров далее девчонки далее спинка которая которая у нас свяжется полностью одинаково до здесь у нас 100 рядов здесь у нас 38 сантиметров 38 это общих а 100 рядов это от резинки набор петель то же самое что и на передней детали единственное отличие немножечко у нас здесь 8 убавлений а спинки 7 то есть меньше 3 убавления 3 раза по 2 петли это в втором ряду то есть через ряд 3 раза в четвертом ряду и один раз шестом ряду вот такие вот образом такие вот у нас здесь убавления тем самым в конце у меня остается 100 петель 100 петель из которых 40 идет сюда на горловину а по 30 петель идет сюда 30 и здесь 40 так как же мы будем делать эту горловину мы сначала закроем средние 35 вяжем по отдельности значит здесь первые 35 провязываем 1 2 35 далее закрываем средние 30 так 30 петель я закрыла вот они средние 35 с этой стороны и теперь я вяжу каждую сторону отдельно в этом изнаночном ряду не делаем ничего а со следующего как бы со стороны проймы мы будем делать те же самые скосы что и на передней половинке по 5 петель значит здесь начинаем по одной петли закрывать на петля 2 месяца в начале каждого ряда провязываем не каждого в начале ряда со стороны горловины провязываем по 2 вместе а со стороны проймы по 5 вот здесь мы закрываем 5 петель в начале для плеча 1 2 3 4 5 ну и вот таким вот образом вяжем сводим на нет здесь у нас по одной петле мы закрываем а здесь по 5 здесь пять раз раз два три 4 5 вот продолжаем и вторую даже вы точно так же как и первую так и так я прям разутюживала девчонки не мочила вернее одну деталь по проект попробовала намочить ничего не помогает я решила его разутюжить прям хорошо разутюжить чтобы полотно было прям такое как фабричное вот моя горловина 4 сокращения у меня здесь по 5 петель и оставшиеся петли я закрыла вот здесь нарисовала по 5 петель здесь пять раз по одной петле по одной петле так в целом длина у меня получилось 60 сантиметров вот после после разутюжки у меня здесь получилось 36 сантиметров вот у вас будет написано 36 остальные 24 у нас приходятся сюда 24 сантиметра вот они да от проймы и вверх ну это до скоса плеча я как бы не мерила еще там сантиметра этот который у нас на скосе идет вот и ширина 48 сантиметров вот по сути в принципе такой полуфабрикат готов так здесь исправим 36 сантиметров потому что потом будет 36 и 24 так все мои хорошие теперь я сшиваю плечи это я уже отставляю буду дорабатывать на размеры сейчас сшиваю плечевые швы и набираю горловину на спицы 2 миллиметра вот они мои плечики понятное дело передняя деталь у нас на пару петель уже ее мы просто вот так вот подтягиваем это нормально так должно быть для хорошей посадки плюс у меня что-то ну вот какая-то не такая потоньше моток попался на передней детали правда я все время все все вот это время вязала и с таким ощущением что она у меня тоньше вот это вот в общем в общем вот так вот и получилось что передняя деталь у меня благодаря этому уже чем спинка она и должна быть немножечко уже но у меня больше уже ну вот благодаря пряже но хотя нет если так смотреть вот это вот это так и должно быть на передней детали выемка больше на задней на спиночке она более плавно идет переход это все у нас правильно здесь тоже правильно в конце на две петли разную по сути нет в принципе она так и получается что разница в ширине на 4 петли вот по сути она она так и есть там 4 петли сменка шире ну вот все я сейчас только плечевые швы сошью и наберу по горловине петли по кругу следующий мой этап я сшила плечики я набрала по кругу петли петли по кругу для всех размеров одинаково набирала я из каждого ряда не из кромочных видите достаточно большой как бы зазор я оставила для того чтобы здесь все было аккуратно и красиво чтобы не было никаких там скачков вот всего у меня получилось 200 петель вот по кругу так провязала один ряд резинка 11 вот я покажу везде я так прям за подшивать мы потом будем за вот этот вот краешек чтобы вообще минимализировать все уплотнения чтобы было очень все красиво далее обозначила вот одну петлю центральную которую у нас вот здесь вот в этом вырезе v-образным теперь сокращение вот здесь вот в этом месте мы будем делать сокращение кто вязал мужской жилет по моим видео те знают там была ведущая петля лицевая здесь же будет изнаночная и так я сказала что 200 петель один ряд я провязала резинкой один на один я так и так мы будем вязать вот в каждом втором ряду делать эти сокращения так вот моя обозначенная петля я к ней подошла она у меня изнаночной вот три вместе по центру я буду провязывать изнаночной можно лицевой девчонки если хотите полосочку вот эту вот центральную ведущую и вот следующий ряд я вяжу без изменений а через ряд я снова провяжу здесь три вместе изнаночной вот чтобы был у нас v-образный вырез так продолжаю вязать смотрим девчонки провязала 9 рядов всего вот сейчас уже начала как бы 10 сделала 4 сокращения вот их прекрасно здесь видно здесь сделала 4 сокращения теперь я буду делать вот вторую половину которая у нас здесь у нас как бы ушло 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 на уменьшение теперь нам нужна вот эта вот часть которая будет идти на увеличение поэтому мы будем добавлять две петли вот в первой половине мы убавляли а здесь мы будем добавлять то есть из одной вывязывать 3 вот отсюда значит раз два три петли можете связали сделать здесь воздушную здесь воздушную то есть в любом не важно как вы это будете вязать важно добавить через ряд опять же точно так же как мы убавляли теперь мы добавляем через ряд и здесь у нас будет сгиб и здесь пойдет на увеличение точно так же чтобы восполнить этот уголочек и так мои дорогие провязала я вернулась там где я была вот видите хорошо видно здесь были убавления дальше прибавление и теперь вот что я сделаю так я уберу сейчас вот это вот дело сейчас оставлю нить вот эту вот только для сшивания то есть я обрезала то есть я обрезала основную нить а дополнительная оставила вот этой вот вот это моя планка она будет двойной и сейчас мне нужно подогнуть ее сколоть булавками то есть я петли закрывать не буду дабы избежать излишнего как бы уплотнения вот здесь вот видите уголочек у нас хорошо садится на угол прекрасный у нас V-образный вырез не делала я ни ложную кетлевку ничего хочется чтобы джемперочек был очень нежным таким мягким нежным без излишеств садится только подождать ткань и сделать рукава смотрим чтобы у нас просто вот это все не перекосило чтобы все было гладенько и ровненько для этого можно наметать девчонки можно можно и сразу пришивать но рискуем нужно съехать в сторону и тогда есть риск того что перекоситься все уйдет так теперь вот эту нить которую я оставила я продеваю бегун так это ниточка которая у нас осталось и мы потом проденем так сейчас важно так 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 сделать двойную нить первую петлю прощу еще раз так вот это чудо которое у меня здесь появилось так так снимаем первую петлю так опять чудо следующая петля вот так вот пришиваем петлю ну можно конечно эти все петли закрыть сначала но это опять же лишнее уплотнение которого мне не хочется так будет очень нежно так вот по кругу проходимся по всем петлям и подшиваем так вот девчонки подшила я так вот это выглядит по кругу очень очень нежно и очень естественно очень нежно все выглядит распушилась вот это моя часть я волновалась нет все нормально девчонки ничего не случилось все хорошо все распушилась вот кто так кто будет вязать жилет вот по кругу по пройме набираете петли дополнительные и вяжите планочку можете подшить точно так же как здесь сделать двойную можете одинарную тогда и здесь делайте в одно сложение как бы не подшивайте ну чтобы было одинаково это что касается жилета я думаю тут уже главное связать основу а там вы уже решите как либо другим цветом вяжите смотрю это очень популярно еще жаккард мне нравится жаккардовые такие жилетики вообще вяжите любой жилет вы сможете по этой по этому мастер-классу связать ну смысле я имею ввиду любой как этой модели но только вот дополнить его узором косами либо жаккардом вот далее последний момент у меня манжеты манжеты я вязала резинкой один на один в круговую спицами два миллиметра вот и 10 сантиметров длина количество петель sml 50 56 52 вот и 10 сантиметров высоту еще как бы манжет вы можете варьировать вы можете сделать такой вот двойной как бы чтобы он был в дуэте с горловинкой он и двойной будет симпатично наполнять только то есть вот здесь вот вы уже можете сделать по своим предпочтениям может я даже кстати пока придет к может я даже сделаю и двойной вот я еще подумаем вот в общем кто хотел вяжем подготавливаемся пока ткань кто кому ткань тоже как будет ждать как я заказан заказывайте сейчас потому что чтобы успеть до нового года вот поэтому я спешила с этим джемпером как бы сначала для того чтобы мы успели к новому году вот связать себе красоту все девчонки на сегодня все с вами блогика школа рукоделия всем пока пока